Еврокомиссия заявила, что ЕС оставляет за собой право ответить на российские санкции против блока, которые в свою очередь были ответом на недружественные действия ЕС по отношению к России. Вопрос у меня в следующем. Как бы вы вообще оценили сейчас то состояние, в котором находятся отношения между Россией и Евросоюзом? И на чьей стороне сейчас есть возможность и сила эти отношения, возможно, в какое-то более продуктивное русло направить? Спасибо большое. Ну, я уже комментировал эту тему, и если говорить об отношениях между Россией и Евросоюзом, между брюссельскими структурами, то вся архитектура этих отношений, которая была, наверное, беспрецедентно развитой в свое время, она разрушена брюсселем в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам, несмотря на то, что мы должны были бы на них обижаться, иметь к ним претензии за то, что они, вопреки своим обязательствам, поддержали и, по сути дела, поощрили антиконституционный государственный переворот на Украине, вопреки, подчеркну, обязательствам стран Евросоюза. А потом, когда русскоязычное население Украины, в том числе Крым, восстали против этого, в общем-то, бесчинства, и крымчане проголосовали за независимость перед лицом прямой военной угрозы со стороны неонацистов, нас обвинили в том, что мы разрушаем территориальную целостность Украины. Поэтому начало всей этой цепочки обмена решениями было положено тогда, когда Евросоюз, пытаясь, очевидно, затушевать свою беспомощность перед лицом ультрарадикалов, которые захватили власть в Киеве в нарушении всех договоренностей, одобренных Евросоюзом, попытались свалить с больной головы на здоровье. И вот эта цепь санкций, череда санкций, которые запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая, конечно, Соединенные Штаты, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, в которой Евросоюз решил объявить агрессором, без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно. Вообще вот эта манера прибегать к односторонним рестрикциям, в обход с этой безопасностью, она становится заразительной. Соединенные Штаты эту моду ввели, и Евросоюз, по-моему, так охотно ее подхватил. Что касается последнего развития событий, мы четко сказали, что объявили персонами Мелонграда, тех людей в евросоюзовских структурах и в ряде стран-членов Евросоюза, в связи с тем, что они принимали решающее участие в очередной волне санкций против наших официальных лиц, включая парламентарий. То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международно-правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно, что Евросоюз считает, что ему все дозволено. И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этой его ощущения вседозволенности и непогрешимости, Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией, имея в виду полную безнаказанность. Мне кажется, это путь тупиковый. Я знаю, что целый ряд членов Евросоюза думает именно так, но агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу, и пока здравые силы в Евросоюзе не могут ничего с этим поделать и плывут по течению. Это печально, это не наш выбор. Еще раз подчеркну, если вы просто ознакомитесь со статистикой всего, что происходило после марта 2014 года, вы убедитесь мгновенно в том, кто начал эту череду санкций и в чем заключается причина, по которой мы не можем не отвечать на эту враждебность. Первый вопрос, господин Айвазян, к вам. Уже не раз Азербайджан проявлял акты вандализма к наследию армянскому в Арцах, которые сопровождаются нарушением идентичности и разрушению церкви. Недавно также мы видели изменение внешнего вида Шушинской церкви Спасителя. Какие действия предпринимаются по сохранению этого наследия? Следующий вопрос, господин Лаврову. Одно из центральных тем вашего визита – это деблокада. Но президент Азербайджана, говоря о транспортных коммуникациях, объявил о Зенгерзуском коридоре, сказав, что если армяне не согласится, его заставить силой, то есть он озвучил угрозу территориальной ценности армей. Что вы можете сказать об этом? Насколько это соответствует трехсторонним заявлениям? Спасибо. Спасибо. По поводу вашего вопроса я должен ответить, что МИД неоднократно обращался к этому вопросу. И сегодня могу подтвердить, что вопрос сохранения наследия Арцаха является частью политического регулирования. 13 апреля сопредставители МГ в своем заявлении упомянули историко-культурное наследие и его защиту. Мы тесно сотрудничаем с ЮНЕСКО, ожидая, что в ближайшее время будет иметь место визит оценочной миссии. Мы надеемся, что ЮНЕСКО предпринят действенные шаги по реализации этой миссии. Историко-культурное наследие, его защита в целом и в первую очередь касается прав человека. И не случайно, что 2 февраля всего года спецдокладчики ООН касались этого вопроса с призывом к Азербайджану. В своем письме они подчеркнули 8 октября.